К стадиону Черноморец теперь просто так не подъехать. Гид местного туристического агентства Анна Купри сообщила, что к спортивной арене пропускают только тех, кто едет на мойку, живет или работает в отеле, а также машины сотрудников магазинов, расположенных на территории комплекса. Теперь тургруппы потеряли возможность 15-минутного выхода и фотопаузы у карантинной аркады. Эта локация заведена в несколько маршрутов, и мы заезжали на автобусе. Въезд под шлагбаум был бесплатным в течение 15 минут, потом все остальное за деньги. То есть нам хватало этой 15-минутной паузы, чтобы подъехать поближе к Аркаде, подвезти туристов, что-то им рассказать, сделать несколько фотографий, сесть и выехать обратно. В общем-то, даже если мы не успевали, в 15 минут не укладывались, мы спокойно платили эти 40 гривен и пользовались возможностью людям еще что-то показать. Я приезжала в тот день с гостями, они были на своем автомобиле, и охранник очень вежливо, надо отдать должное, предупредил, что шлагбаум теперь закрыт по распоряжению нового собственника стадиона. И что пропускать теперь на территорию к стадиону будут только несколько категорий людей. Телеканал «Репортер» пообщался с местным охранником. Тот сказал, что ничего подобного не было, а въезд на стадион вообще свободный в течение всего дня. Сейчас на данный момент въезд бесплатный. Скажите, а вот где-то на выходных были инциденты, что въезд стал платный и вообще не впускали автомобили на территорию параспоряжения? Не знаю, не было такого ничего. Такого не было, да? Не было, конечно. То есть сейчас спокойно можно заехать? Ну вот машины заезжают, выезжают. И как работает? 15 минут бесплатно, дальше? Абсолютно бесплатно, с утра до вечера. Напомню, что новым владельцем стадиона в 2020 году стала американская компания All Rise Capital. Сумма сделки составила 193 миллиона гривен, что в разы меньше, чем фонд гарантирования вкладов планировал получить сначала, когда выставлял объект на торги. Что вы сегодня купили? М? Хорошо.